Всем привет! И в этом видео я хочу начать выживать в новом хардкорном мире. Но весь мой мир будет состоять из небольшого острова и бесконечного океана. Это довольно красивое место, но здесь будет сложно выжить, поскольку мы ограничены по многим ресурсам. Так при этом у меня еще будет всего лишь одна жизнь. И сегодня я попытаюсь не просто выжить, а довольно хорошо развиться. Получилось мега интересно. Приятного просмотра! Создаем наш чудесный хардкорный мир. Я родился! Первое, что я увидел, так это тростник. И это очень хорошо, потому что он нам пригодится. Так еще и дерево тут есть! Я просто супер довольный побежал рубить дерево, так и еще увидел парочку овец. Это, конечно, все просто безумно круто, но давайте-ка сначала все-таки нарубим дерево. И также очень важный для меня был момент получить с этого дерева саженец. Потому что если с листвой он не выпадет, то мы будем в полной жопе. Но мне, слава богу, повезло. И я сразу его посадил. Даже два саженца посадил. Ну и как бы нужно помнить, что мы находимся на необитаемом острове на хардкоре. И как бы нужно как можно быстрее начать развиваться. Поэтому я нашел место, где буду копать шахту и сделал каменные инструменты. Естественно, нельзя забывать о наших овечках. Просто взять и убить их, это будет как-то глупо. И ресурсов для загона у меня тоже нету. Поэтому я принял решение, что просто закопаю их. До лучших времен, так сказать. Ну и застроил блоками, чтобы к ним никто не упал случайно. Это, конечно, не красивск, но что поделать. Ну а сейчас, я думаю, самое время позаботиться о еде. Покосил траву пальцами и попытался добыть как можно больше семян. И потом их рассадил. Правда, расти они будут долговато. Поэтому сейчас лучше бы экономить свой голод. Тут как раз и тростник подрос. Я его собрал и побольше рассадил. И тут я немножко офигел. Ведь у меня выросло дерево вместе с ульем. А чтобы вы понимали, на это шанс просто, ну, супер мизерный. Это почти что невозможно. А мне еще и супер повезло, так еще и в тот момент, когда я нахожусь на острове. И теперь у меня есть еще и пчелки. Это вообще огонь. Ну и теперь я просто супер довольный и побежал убивать рыбешку. Потому что пшеница реально сейчас будет очень долго расти. Фух, я вам хочу сказать, что это не так уж и просто ее убивать. Они, блин, постоянно как-то маневрируют, маневрируют и убегают. Перекусил с жареной треской, но этого было мало. Поэтому мне пришлось еще немножко отправиться на рыбалку. Внимание, внимание, вы сейчас просто выпадете от моего везения в этом ролике. Ко мне подходит утопленник с раковиной наутилуса. Ну, я, естественно, думаю, что мне нифига не выпадет. Да не тут-то было. Сначала у меня выросло дерево с пчелами. А теперь выпала ракушка наутилуса. Это просто безумное выживание. Я даже не представляю, что нас дальше еще будет ждать. Но этот супер насыщенный день близился к концу. Точнее, к вечеру. А кровати у меня не было, поэтому на ночь я отправляюсь в шахту. Здесь, правда, было супер темно и угля у меня не было. Но как свет я использовал светящийся чернильный мешок, который выбил сегодня на рыбалке. Я нашел свою первую железку. А за ним даже была подводная шахта. И я даже не побоялся туда залезть. Там и уголечек был. Правда, потом закончился воздух. Я не мог найти выход и чуть не сдох. Но это мелочи. Ну, а потом начал копаться более спокойным способом. Просто вниз до 11 высоты. Попутно копая всякие полезные ресурсы. Ну, и под конец дня там еще так по мелочи нашел заброшенную шахту. Но это уже чисто так, в порядке вещей. Ну, вот, наконец, наступило утро. Вместе с ним и второй день на острове. Моя смиколочка сработала. Я собрал немножко нити в заброшенной шахте. И теперь я могу скрафтить кровать. Но, к сожалению, мое дерево подошло к концу. Но я сильно не расстраивался. Ведь вскоре выросло новое. И я скрафтил себе щит, железную каску и кровать. Ну, и мне вообще не нравятся белые кровати. Поэтому я взял синий цветочек и перекрасил. Ну, даже синяя выглядит веселее, чем белая. Позже я решил немножко изведать окрестности. И заметил прямо в моем острове аметистовую жиоду. Где меня чуть не взорвал крипер. Но все-таки мой любимый щит меня спас. Собрав чутка осколков, я выбрался наверх, чтобы переплавить меди. А все это мне нужно для того, чтобы скрафтить позорную трубу. На самом деле, я вам хочу сказать, что это довольно-таки полезная и крутая штука. Можно понаблюдать за рыбками. И я на версии 1.17 играл не так уж и много. Поэтому это все для меня в новинку. Эх, пока моя пшеничка росла, мне пришлось еще немножко поубивать рыбок. Ой, у меня накопилось уже просто куча самых разных ресурсов. Поэтому давайте-ка лучше скинем их в сундук. И под конец дня заспавнились две коровы на моем острове. Это безумно классно. Поэтому нужно как-то их сохранить. На третий день я отправился немножко поплавать в океане. В надежде найти какой-нибудь заброшенный корабль. Но вместо этого нашел приключение на свою задницу. Какой-то каньон, в котором была какая-то шахта. Подводная, неподводная. В общем, вообще какая-то всякая фигня. В общем, нифига интересного я там не нашел. И было принято решение вернуться к судну. И рано или поздно я все-таки нашел какой-то подводный корабль. В котором нашел карту клада, и это хорошо. И также еще кучу всякого по мелочи. А дома меня ждала свежежаренная треска. Утро четвертого дня началось прям сразу же с работы. Рубанул дерево, а потом отправился на поиски клада. Это был небольшой песчаный островок. Знаете, в последнее время мне очень нравится лутать клад. Во-первых, его несложно найти. А во-вторых, там хороший лут. И пока я с утра бродил, тут выросла уже первая пшеничка. Заспавнилась курочка. И я еще нашел черепах на своем острове. И тут все-таки пора бы уже сделать хоть какой-нибудь загон. У меня там было чутка дерева. Ну, почти хватило мне ресурсов застроить первый загон. И теперь нужно сюда всех завести. Это оказалось не так уж и просто, но я справился. Почти весь пятый день я провел в шахте. Иногда просто ходил гулял по ним, искал алмазики, на которые мне не очень сильно везло. Ну, а по большей части копал полезные ресурсы. В общем говоря, этот день не был сильно насыщенный по сравнению с остальными. Но зато пока я копался в шахте, у меня выросло все на огороде. Я сделал побольше печек и закинул туда переплавляться железка. Ну и наконец я стал себя чувствовать чуть более спокойнее и увереннее, потому что сделал себе железные инструменты и железный грудак. Ну а чуть позже и полный сет железной брони. Я еще нашел, как по мне, супер красивое место в шахте. И еще впервые нашел и увидел Дрипстоун Биом. Вот сейчас очень важная информация, ее нужно запомнить. Именно на шестой день выживания я нашел свои первые алмазы. Это просто самая важная информация. Правда не так уж и много, всего лишь три штучки, но тоже неплохо. Одновременно с этим я рассаживал все больше и больше тростника, увеличивал огород и садил все больше новых деревьев. Это происходило каждый день, поэтому я больше об этом говорить не буду. Седьмой день не был особо примечательным, ведь я тоже просто копался в шахте и пытался найти как можно больше алмазов. Но не нашел ни одного, зато нашел лазурит. Хотя нет, я вам, наверное, и соврал, этот день был пугливым. И у вас наверняка вопрос, почему? Да вот, из-за этого дурацкого эффекта я чуть не обосрался. Это было максимально неожиданно. Но зато теперь я знаю, что рядом есть подводная крепость. Так помимо того, что я нашел еще одну аметистовую же оду, на меня напал зомби в полном сете кольчужной брони. Я такого еще никогда не видел. Ну, как никогда, может где-то и видел, но не в выживании точно. Дом. Я давно уже хочу тут построить дом, но мне не хватает ресурсов, ни дерева, ни камня не так уж и много. Поэтому пока я насадил наверху кучу саженцев, жду пока они вырастут. И я пошел очередные несколько деньков копать алмазы. Так как делать мне пока что особо больше нечего. И на самом деле в один момент я был рад, что где-то рядом с нами подводная крепость. Но сейчас понял, что это не очень круто, потому что она мне не дает нормально копать. Постоянно на меня набрасывается этот эффект, и мне нужно идти пить молочко, чтобы его снять. Я думаю, есть те, кто смотрели мои прошлые 100 дней. Так вот, они должны точно знать, что у меня всегда есть хозяйственный день. И в этом выживании он прямо сейчас. Пособирал тростник, рассадил больше пшеницы, порубил деревья. Тупо кайф. Начиная с 11 по 16 день, я взял для себя довольно-таки большой проект. Постройка дома. Наскучило мне копаться в этих шахтах, получать постоянно этот тупой эффект. Выбор блоков для постройки дома у меня не особо большой. Поэтому я буду просто использовать дубовое дерево и камень. Но получится все равно красивенько. Нет, я не шучу, итог реально вам должен понравиться. Это пока что сейчас просто коробка. Ресурсы просто постоянно заканчивались, но я не останавливался. А прилагал все возможные усилия для того, чтобы как можно скорее построить свой крутой дом. Вы хотя бы просто посмотрите на мое количество саженцев. В один момент деревьев стало так много, что я не успевал их просто срубывать. Одно срубил, второе выросло. Третье срубил, пятое выросло. И так просто бесконечно. И нет, я сейчас не жалуюсь. Я был реально доволен этим. Когда я начал добавлять камни, конструкция просто на глазах становилась живее. А вот это, кстати, козырек нашего главного входа. И еще в моей вилле будет балкон с видом на океан. Выглядит уже довольно-таки неплохо, но нужно добавить немножко зеленушки. И обустроить дом снутри. Я проложил лестницу с нулевого до второго этажа. И привел в порядок чердак. На 18-й день нарубил еще миллион миллиардов секстиллионов в дерево. Просто годовой запас. И спустя почти 20 дней, наконец-то делаю себе склад. Где могу спокойно, хорошо отсортировать все свои ресурсы. Этим, собственно, я и занимался до конца дня. На чудесное утро 19-го дня я понял, что я свой дом построил слишком близко к воде. Поэтому немножко решил увеличить свой островок. Знаете, хоть в моем доме есть и нормальный вход, но я им никогда не пользуюсь. Я обычно обахаюсь головой об землю с балкона. И да, мой огород уже довольно-таки хороших таких размеров. Поэтому нужно добавить несколько источников воды. Во, вот так-то вообще кайф. А, ну и да, я, кстати, вырубил весь тростник перед домом, потому что мне постоянно мешал. И отсадил его чутка дальше, но у меня его просто и так завались уже. А потом я хотел немножко черпануть молочка. И случайно залил воды внутрь своего загона. И у меня начался просто побег. Или фонтан из коров, как хотите, так и называйте. Ну и прям для полной красоты я провел тропинку от дома до своего огородика. Ну и мне все-таки, кажется, пришлось сделать большой загон для моих мобов. Дерево у меня много, поэтому я накрафтил много забора и погнал. Ну и вот как раз-таки на следующий день я начал переводить свое огромное стадо коров. И не только. И вроде бы даже все поместились, но все равно их прям дофига. Ну и раз уж я начал наводить красцу на острове, то я решил сделать и отдельное место для рубки дерева. Потому что я думаю, так будет гораздо удобнее, чем просто хаотично высаживать по всему острову. На следующие несколько деньков я запасся железными кирками. Потому что я хочу серьезно пойти покопаться в шахту и найти прям миллион алмазов. Мы как бы все-таки на хардкоре играем, поэтому мне нужна алмазная броня. И я вам хочу сказать, что это было нифига не просто и даже довольно-таки долго. И в некоторых моментах даже опасно. Так еще и бесило, что постоянно накладывался этот эффект утомления, при котором я не мог копать. И мне нужно постоянно было выходить наверх, чтобы выпить молока. Я накопал кучу разных ресурсов. И золото, и редстоун. И даже иногда попадались алмазы. Но очень редко. Короче говоря, в шахте за поиском алмазов я провел очень много времени. Мне все никак не везло и не везло. Но по итогу, потратив где-то миллион времени, я смог добыть 42 алмаза. И что самое приятное, пока я был в шахте, у меня вырос весь огород. Дофига хлеба нам обеспечено. Для начала нам надо бы разгрузиться, и поэтому я раскидал все железо по печкам. А затем я скрафтил себе полный сет алмазной брони. И там еще алмазную кирочку. Но пока я полностью не зачарую алмазную броню, неохота ее особо использовать, поэтому пусть лежит пока в сундуке. А сейчас тогда самое время сходить за обсидианом для стола зачарования. Где меня очередной раз, блин, чуть не убил крипер. Но после этого момента я стал чуть более аккуратнее копать. С обсидианом я решил не мелочиться, а накопал прям сразу дофига его. Ну, чтоб потом можно было и портал ватт строить, и не париться об обсидиане. Ну и знаете, мое утро следующего дня началось, к сожалению, не с чашечки кофе. А как бы, догадайтесь сами, со взрыва крипера. И этот зеленый черт взорвал еще и лестницу в мой дом. Я-то, конечно, это все восстановил, но все равно неприятно. Ну и после этого, наконец-то, мои руки добрались до поля пшеницы. Какой же кайф его собирать. Ну, засаживать обратно потом это уже не так весело, но все равно это того стоит. Но зато теперь, когда у меня есть полно пшеницы, можно и покормить моих коровок. Потому что очень скоро большинство из них мне придется зарезать. Ну, это вынужденные меры, ведь мне очень сильно нужна их кожа. А с остатков пшеницы я смог скрафтить себе полстака хлеба. Это как бы даже очень хорошо, круто, классно. Вот, наконец, пришло время сделать великий, могущественный стол зачарования. Хотя, у меня сейчас ноль книжных полок, и по факту он для меня не сильно полезен. Но стоя зная, просто отличное место, где можно его расположить на моем чердаке. Он как раз-таки идеально для этого подходит. Ну, почти. Ой, тут, наконец, переплавилась моя железка. Плюс пару стаков железа у меня. Как раз сделал себе железный топор и пошел убивать коров. Знаете ли, хочется хорошо зачароваться. Коров я убил, конечно, дофига, а хватило всего лишь на 8 книжных полок. Мда, маловастенько, что-то их. На 31 день я решил, что все-таки настало время построить портал в ад. Ну, и не то, чтобы идти гулять по нему. Хотя бы просто зайти посмотреть, где мы заспавнились. И вот как раз-таки на этом месте у меня появилась проблема. Я не знал, где мне его построить. Но по итогу сделал возле шахты. И да, у меня портал больших размеров, чем стандартный. У многих вопрос, почему. А, потому что мне так захотелось. Ну, вот и все. Ой-ой-ой, заспавнились мы, конечно, не в самом приятном биоме. Но зато нас очень даже вежливо встретил Гаст. Своим дебильным фаерболом прям мне в лицо. Ну, собственно, я как можно скорее оттуда избежал. И я понял одну очень важную вещь. Мы с вами находимся на необитаемом острове. Но мы с вами еще ни разу не рыбачили. И у нас с вами нет моста для рыбалки. Нужно это срочно исправить. И тут я накрафил себе кучу костров. И нет, не для того, чтобы пострадать какой-то фигней. А для нашего супер красивого дизайнерского будущего моста. Да, мост, получается, будет состоять из костров. Но выглядеть это будет просто отменно. Такс, нужно опустить еще ножки моста до самого низу. Чуть-чуть декора и мост готов. Мне кажется, он просто бомба. Оцените его в комментариях. После этого я метнулся домой, чтобы сделать удочку. И провел целый день за рыбалкой. Улова, к сожалению, было не очень много. На 33 день я пошел второй раз в ад. Но, во-первых, я забыл сделать себе золотую шмотку от пиглинов. А во-вторых, когда я увидел, сколько там было мобов, что-то мне уже не хотелось гулять по аду. Но я все-таки решил не сдаваться и вернулся домой для того, чтобы сделать золотые ботинки. Натянул на себя алмазную броньку. Подсобирал побольше еды. Ну и как бы отправился обратно вот туда, в этот дурацкий ад. Мне очень нужна сейчас адская крепость. Чуть позже расскажу зачем. Как же, блин, тут было просто дофига мобов. У меня еле как получалось от них уворачиваться. Но все-таки рано или поздно я смог найти эту чертову крепость. Но тут я вспомнил, что мы на хардкоре и нужно быть поаккуратней. Поэтому я накопал золотка и начал торговать с пиглинами для того, чтобы у них выбить зелье огнестойкости. Просто так будет намного безопаснее для нас. Честно говоря, эти пиглины те еще петушки. Я угробил больше, чем полдня просто на то, чтобы выбить одно зелько. А как не надо, так оно сразу всегда падает. Ну и вот, наконец-то, спустя просто кучу миллиона времени я взобрался на эту крепость. Для того, чтобы поубивать ифритиков. А если точнее, то они сейчас мне нужны для того, чтобы сварить зелье подводного дыхания. Потому что мы сегодня будем еще идти в подводный данж. Палочки, конечно, с них совсем супер плохо падали. Я смог выбить всего лишь пять штук. Но этого для зелья нам более чем достаточно. Вернувшись домой, я обнаружил у себя гостей. И он пытался со мной затемиться. Но я ему сказал, что это шедевр, братик. Дверь на балкон вообще была выбита. И там был еще один этот пчел. Что тут вообще у меня дома происходило, пока я в аду был? Капец. Ну и чтобы такой фигни больше просто не повторялось, я решил застроить свой портал в ад. Скрафтил себе зельеварку, сделал себе пузырьки, наполнил их водой. И только после этого я понял, что я забыл взять адский нарост. И мне походу придется вернуться и залутать крепость. Но этим я займусь уже завтра. Сейчас соберу немножко пшенички. Размножу коров. И пособираю еще чутка кожи, чтобы доделать больше книжных полок. Как раз у меня заканчивалась еда. Теперь будет эта говядинка. Места на чердаке было маловато, поэтому пришлось поставить их вот так впритык. Но только потом я разобрался, что одни полки блокировали другие. Следующие три денька я потратил на облутывание адских крепостей. Ну, во-первых, мне нужен нарост. А во-вторых, может в сундучках что-нибудь прикольное-то найду. Да, крепость попалась, конечно, просто помойка. Хожу чисто по сплошным пустым коридорам. Ну, там парочку сундучков еще было, но в них нифига интересного. Поэтому, к сожалению или к счастью, пришлось покинуть ту крепость. И когда я пошел в противоположную сторону от спавного аду, я нашел буквально в ста блоках новую адскую крепость. Когда старая была где-то в пятиста блоках от спавна. И нафига я, блин, черт возьми, куда бегал, когда вот тут под боком была? Ну и да, и в той адской крепости я не нашел ни единого нароста. А тут меня просто с порога встречают адским наростом. Ну это ли не рай? Причем еще немного пробежав, я встретил еще больше адского нароста. Как говорится, нароста много не бывает. То я возмущался, что ни одного, то на тебе тут целую кастрюлю подогнали. Но сундуков здесь тоже вообще не шибко много было. Поэтому напоследок, перед тем как уходить, я решил немножко еще поформить эфритов. Ну и вернувшись домой, я сразу же принялся за зелье варенья. Закинул нароста. А для того, чтобы приготовить зелье водного дыхания, кто не знал, нам нужен иглобрюх. Как раз таки один у меня завалялся в сундуке, и это просто чудесно. Запердохиваем его сюда. Немножко подождем, и у нас получается зелье водного дыхания на три минуты. Но этого слишком мало. Для того, чтобы увеличить его длительность, нужно закинуть редстоуна. Ну и вот теперь получилось то, что нужно. Три зелье водного дыхания на восемь минут. Этого должно мне хватить просто с головой. Ну и как это у нас уже принято, я пошел собирать урожай со своего огорода. И меня что? Правильно взорвал крипер. Ну не меня, а почти весь мой огород. Я, кстати говоря, еще вспомнил, что на моем острове есть черепахи. И решил сделать им приятное. Ну то есть покормить их. Поэтому я быстро смотался домой за ножницами, срубил травы. И теперь у меня походу будут маленькие черепашата. Ну все, они сейчас будут делать эти чики-пибарум, поэтому лучше им не мешать. Ля-ля-ля-ля, что делает? Расчехляет песок. Опа-на, вот эта закладка. Аж целых четыре из четырех яйца. На сорок первый день я продолжал готовиться к нашему походу на подводного стража. Сходил в ад за костными блоками. Накопал их побольше. Сделал себе просто миллион костной муки. И как бы да, таким образом просто удобрил весь огород. А после этого еще покормил и поубивал коров. Ну, чтобы сделать себе еще больше книжных полок, чтобы мы могли нормально зачароваться. Так, схватила еще на четыре полки. Этих полок у меня просто дофига, только сейчас мне нужно их правильно расставить. Последнее. И, наконец-то, у меня тридцатый уровень зачарования. Ура! А знаете, почему я сейчас такой довольный? Потому что я взял лазурит и буду чароваться. И у меня теперь кирка на эффективность четыре и прочность три. Слушайте, это довольно-таки хорошие чары. Жалко, конечно, удачи нету, но тут я уже оборзел, согласен. Давайте-ка еще попробуем зачаровать свою алмазочку. Хм, а это ведь тоже довольно-таки неплохо. Я бы даже сказал балдеж. А вот на штанишке, к сожалению, опыта не хватило. Поэтому нужно отправиться в ад покопать немножко кварца. Ну, как вам сказать немножко? Дофига кварца, чтобы где-то примерно до 33 уровня. Вот так-то хорошо. На штанах более-менее чары. А вот меч полное говно, нужно перезачаровать. И как раз-таки специально для этого я скрафтил еще точила, чтобы снимать чары. Но тут у меня снова, блин, закончился опыт. Ну, короче, добыл еще чуть-чуть кварца. Еще раз зачарился, мне снова не понравилось. И знаете, на самом деле, лучше бы я оставил те чары. Потому что потом я зачаровался уже на небесную кару, и все. И это, конечно, говнецо. Но зато хотя бы более-менее хорошо зачарил свои поножи. Ну все, я устал с этими чарами, мне хочется что-нибудь построить. Поэтому я отправился немножко погулять. Нашел заброшенный портал с более-менее нормальным лутом. А после него нашел маленький песочный островок, который я благополучно полностью собрал. И зачем мне вообще столько песка? Ну, в моих планах было построить какой-нибудь небольшой аквариум для рыбы, как салотли и еще кого-то. Поэтому нужно сейчас весь этот песок переплавить в стеклышко. Ну и как раз-таки следующие два дня я и занимался моим этим странным чудным аквариумом. Сначала пытался отделить кусок океана. Эммм, получилось что-то странное, ну вот где-то вот так. Потом сделал окошко. Ну и наконец, как бы застеклил это все. Смотрится не супер красиво, хотя пойдет. Если у вас есть какие-то идеи, как можно дополнить или перестроить мой этот недокупол, то напишите в комментариях. Но сейчас самое время поохотиться за рыбками. Словил одну рыбу и два ксалотля. Хотел еще сюда светящегося спрута запихнуть, но что-то пошло не так. Ну и да, да, я вижу как ты уже пишешь в комментарии, что ксалотли едят рыбы. Да, я забыл про это, но ничего не поделать. Теперь тут живут только ксалотли. Ну и наконец-то этот день настал. Мы идем в подводную крепость. Я взял все свои зельки. Еще захватил несколько ведер молока. Пару золотых яблок и в целом можно идти. И я просто как самый отважный воин начал заходить через центр. И правда говоря, я чуть не сдох. Я сразу же закусил золотым яблоком. Не бойтесь, у меня все под контролем. И так еще получилось, что я сразу же выплыл на первого босса. Я бы не сказал, что это было слишком легко или слишком сложно. Нормально. После первого древнего стража я сразу же наткнулся еще и на второго. Которого также забил. Ну а потом я еще нашел комнаты с губками. Это просто кайф, я все забрал до единой. Я думаю, все знают, что в подводном храме есть комната с золотыми блоками. Я ее как раз и нашел. А когда начал их раскапывать, я там нашел сундук и офигел. А в этом сундуке я нашел секретный крафт какого-то нового предмета. Но этот крафт супер дорогой, потому что для него нужно сердце моря, звезда иссушителя и яйцо эндер дракона. Мы точно должны это скрафтить. Короче говоря, насобирав кучу всяких полезных и не очень вещей после подводного храма, я их распихал по сундукам. Губки поставил сушиться. И сам просто на кучу времени отправился в ад за копанием кварца. Потому что мне нужен меч хороший, сильный, мощный, с хорошими чарами. А у меня пока что какое-то говно. И довольно-таки долго покопавшись, насобирав аж 36 уровень, я сейчас попробую очередной раз испытать свою удачу. Так. Относительно неплохо, но не самые лучшие чары. Давайте-ка попробуем еще второй меч. Просто острота 4. Но это два довольно-таки хороших меча, вот если бы их соединить в один. Но пока что я не хочу тратить весь свой опыт на наковальни. Поэтому пусть остается так. Тем более, что на своем дворе я заметил зомбифицированного жителя. И это просто очень круто. Но я думаю, вы уже поняли почему. А, ну и помимо этого, я тут еще не спал несколько ночей и появился фантом. Он мне как раз-таки и нужен. А конкретнее мне нужна его мембрана, чтобы сделать зелье плавного падения. Ну потому что сегодня будем идти на дракона, а оно точно пригодится там. О, тут и зомбак заодно к моему балкону подошел. Так ты давай, проходи, не стесняйся. А теперь посиди погуляй в этой лодке, и я чуть позже тобой займусь. На 53-й день я сразу же сделал зелье плавного падения. Так сказать, чтобы не откладывать это дело в долгий ящик. Ну и тут дальше я очень сильно затупил. Потому что я начал варить зелье регенерации для возрождения зомби-жителя. Хотя зелье регенерации не нужно, а нужно зелье слабости. Но я об этом совсем забыл. И короче, пошел убивать Гаста, чтобы выбить слезу. И с него сделать зелье регенерации. Не, как бы оно все равно будет полезно. Но это чутка не то, что я хотел сделать. Ну и тут я такой на серьезных щах кидаю зелье регенерации, даю золотое яблоко. И в афиге от того, что ничего не происходит. Ну в общем-то это было очень смешно. Но потом я все-таки справился и сделал маринованный паучий глаз. А затем и зелье слабости. И все. Вот теперь точно процесс пошел. Давайте-ка чутка подождем. И наконец-то у меня есть первый житель. Ну и я супер довольный побежал крафтить кафедру, чтобы нареролить у него хороших зачарований. И я ставлю кафедру. И мне просто сразу же с лету выпадает починка за один изумруд. У меня такого никогда не было. Это вообще просто трэш. У меня бывало такое, что я эту починку несколько дней просто пытался найти. А тут просто бац, из первого раза. Так еще и за листики он продает изумруды. Это просто самый лучший житель с самыми топовыми торгами. Причем что тростника у меня много, поэтому я рассадил его еще побольше раз. Такие дела у нас. И закупил просто кучу книг на починку. Ну и раз у нас такая гулянка, то я даже наковальню скрафтил, чтобы накинуть эту починку на свою броню и некоторые инструменты. Ну и как бы я думаю тут без сомнений, что просрав весь свой опыт и наковальня, я пошел копать еще больше кварца в аду. Копал я там где-то до конца дня. К слову, у меня было еще не все зачаровано, поэтому я наложил просто зашибись какие чары на тапочки. И не очень на свою шляпу. Как-то я долго не собирал свой урожай, пора бы уже. На 57 день мне пришла просто гениальная мысль осушить подводный храм. Ну не весь, конечно, а какую-нибудь одну крутую часть, в которой мы кое-что построим интересное. И эти стражи меня просто капец как задал бывает. И убивать их смысла вроде бы нет, потому что они все равно заново заспавнятся. Ну я себе сразу же сделал люк, так называемый вход-выход. Я думаю, что осушим как раз таки вот эту вот верхушку, должно получиться круто. Сделать это можно будет максимально просто губками. И буквально парочку изящных легких движений и все готово. Теперь давайте-ка немножко приберем здесь. И в целом это реально очень кайфовая комната. Я думаю, что она должна в самый раз подойти для жителей. Ну пока что у нас только один он, но это только пока что. А вот опустить жителя под воду и запустить его в нашу комнату, это будет уже посложнее. Но все-таки рано или поздно я смог придумать способ. И почти аккуратно мы смогли его доставить внутрь. И я ему даже нашел уже рабочее место. Блин, мне кажется, эта идея с комнаты в подводном храме просто гениальная. Напишите в комментариях, как вам. А, ну я еще добавил двери, чтобы можно было нормально выходить. Ну и под конец 58-го дня, когда я хотел срубить немножко дерева, на меня напал еще один зомби-житель. Так, давайте-ка куда-нибудь его пока что спрячем от солнечных лучей, чтобы утром он не сгорел. Делаем золотое яблочко, и теперь у нас два жителя. Ну и да, его как бы тоже нужно вот туда вот вниз опустить. Но это просто не коплюшечки, не просто. Мне эти стражи уже, я не знаю, выбесили максимально. Ну еле как с молитвами, с божьей помощью я все-таки смог опустить его. Несмотря на то, что мне починка выпала прям сразу, и я успел уже зачаровать почти все свои вещи, мне нужен еще другой важный зачар. Поэтому я делаю вторую кафедру. И сейчас мне нужно выбить добычу для меча. Ведь в следующей части мы будем убивать визера, а для этого нам нужно будет поубивать супер много из сушителей, чтобы выбить бошки. Я думаю, вы помните, несколько дней назад я собирал пшеницу. Так вот, я им дал очень много пшеницы, и хотел, чтобы они как бы, ну это, чики-пи-барум, и сделали мне мелкого жителя. Я им скормил просто кучу еды, но они что-то ни в какую. Да, бедный паренек мучается, видно его отшили. Эх, как же у них все сложно. Следующие три дня я собирал и курил бамбук. Эээ, ну то есть тростник. И, собственно говоря, пытался выбить книжку на добычу 3. И вот она у меня, моя маленькая. И я все-таки собрался и смог сделать самый лучший меч. Объединил своих два предыдущих, добавил туда добычу и починку. Ну и теперь это как бы легендарный меч. Ну и после всего этого я попытался еще раз размножить этих дурацких жителей, но у меня нифига не получилось. Я им уже столько еды просто наскидывал туда. Напишите, пожалуйста, в комментариях, помогите мне, что я не так делаю. Я еще заметил, что у меня какой-то довольно-таки скучный остров. Я бы даже сказал, лысый. Поэтому я немедленно взял костные муки и понарассаживал кучу травы и цветочков. Но так-то вот гораздо красивее же смотрится. Ну и так как я теперь довольно-таки часто пользуюсь лодками, чтобы кататься к моим жителям в подводный храм, мне нужно обязательно свое место парковки для них. Поэтому я смастерил такой вот небольшой пирс. И расставим сюда мои яхты. Мои просто цыпочки. Я буду считать себя довольно-таки состоятельным человеком, поэтому у меня их будет много. Помимо этого, нужно сделать еще красивую арку, вход. Примерно вот такую. И нужно подписать. Яхт-клуб. Владелец Парадикс Парадиксович. Это еще не все. Нужно дать название каждой нашей яхте. А так как я очень оригинальный, яхт у меня довольно-таки много, поэтому на каждый день у меня будет своя. Единственное, конечно, что не очень хорошо у меня не поместилось в воскресенье. Но я думаю, что это не так уж и страшно. Получилось довольно-таки классно, как мне кажется. На 66-й день я, как всегда, решил проведать своих жителей. И мне тут просто чуть не забили стражи. Поэтому я понял, что нужно какой-то более безопасный, хороший сделать заезд. Пока что придумал что-то такое. Возможно, это не супер красиво, но главное, чтобы работало. И сейчас сюда нужно сделать еще прикольный вход. А именно, хочу сделать его из люков. Должно вообще просто отпад получиться. Это просто максимально крутое дизайнерское решение. Выглядит черти как, но главное, что спасает от стражей. Ну и знаете, какой был просто самый крутой день за все это выживание? 67-й. А вы, наверное, спросите, почему? А я вам скажу, что я был готов к этому вопросу. А потому что я весь день просто прорубил дерево. Да, вам не послышалось. Но мои запасы дерева немножко подошли к концу. И я пошел, так называемую, на свою ферму дерево. И к чертям собачьим все срубил оттуда. Ну и после супер напряженного 67-го дня я решил отдохнуть. Ведь и вправду мы находимся на острове. И нужно просто почилить, кайфануть хоть один денек. А именно я переименовал свою удочку в дудочку. Да-да, я знаю, очень остроумно. И пошел на рыбалку прям с балкона. Я, честно говоря, не думал, что удочка достанет, но она достала. И это супер круто. Хоть я специально и строил мостик для рыбалки. Ну ладно, пофиг. Иногда можно побаловаться. Рыбки я, конечно, не очень много поймал, но ничего страшного. Я взял их в две руки. И мы будем с ними спать в обнимку. С каждой минуткой, секундой, дело все близится к походу на дракона. А у меня даже лук не зачарованный. И на шляпе говно зачар. Нужно это срочно исправлять. Поэтому примерно уже сотый раз на кучу времени я отправился за кварцем. Знаете, чувствуется такая вот уже небольшая усталость копать этот кварц. Совсем малюсенькая. Но все-таки, когда я на своих вещах вижу просто очень крутые чары. Прям, знаете, так тепло и хорошо на душе становится. Начинаешь понимать, что он не зря копал этот кварц. И, кстати говоря, на моем чердаке уже давно гуляет одна курочка. Она вылупила даже яйцо. Которое я так просто невзначай бросил. Но оттуда вылезло сразу четыре птенца. Я вам хочу сказать, что я просто лакимэн какой-то. Это как бы с одной стороны большая редкость. Круто, все дела. Но у меня, блин, скоро дом превратится в цыплятник какой-то. Ну не цыплятник, а курятник. Я думаю, вы поняли. Но все равно это как бы дело не меняет. Скоро мне эти куры выселят просто из этого дома. В 71 и 72 день я собирал, скажем так, предметы первой необходимости. А то есть золото для того, чтобы поторговать с пиглинами и выбить эндер пёрлы. И хочу сказать, потратил на это довольно-таки много времени. Но тут уже просто и слов нету. Пиглины, как всегда, жопы. В общей сумме скинул им где-то три стака золота. И с этой кучей золота еле как смог наскрепсти стак пёрлов. Дальше по плану у нас адская крепость. И когда я убил парочку эфритов и из них выпало четыре стержня, я офигел. Но потом же я вспомнил, что на моём крутом мече добыча три. И она работает просто на ура. Поэтому необходимое количество палочек получилось накопить супер быстро. Я собрал все зелья, побрил всех овец, накрафтил миллион кроватей и отправился в путь. Да, и видимо больше тянуть нельзя и придётся вам открыть небольшую тайну. Это как бы не бесконечный океан. Это просто сит, на котором я появился на острове в океане. Но если отплыть от него, то мы встретим все обычные нам биомы. Стоп, 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 стоп. Я не выходил за территорию на протяжении всего выживания. Я использовал только те ресурсы, которые есть на этом острове и окружающем нас океане. И сейчас, когда мы найдём крепость и надеемся, что убьём дракона, мы вернёмся на наш остров и продолжим выживание там. А сит этого мира я вам расскажу в последней серии. Ну что ж, драконы, я пришёл к тебе. Я вообще не волнуюсь, потому что я максимально экипирован и кучу раз его убивал. Сначала сплысим все башенки. Да вот это вот я дострелить не смог, поэтому устроимся. Но на мне сейчас зелье плавного падения, поэтому даже если меня дракон скинет, то я не умру. Все башни разрушены, я поставил кровать. И аккуратненько, спокойненько ночили, на расслабоне, жду пока он спустится. Бах, кровать, мечом немножко потыкали и всё. Дракон убит. Даже на хардкоре теперь этот дракон не самый сложный босс. Можно насладиться красивой анимацией его смерти. Так, и самое главное, зачем мы сюда шли, так это за яйцом. Давайте-ка его заберём. Ну и прям сразу же, после убийства дракона, я просто внезапно напал на эндермена, забил его. Ну, мне нужно было немножко эндерперлов, чтобы попасть на эндеровские острова. У меня, конечно же, не с первой попытки всё получилось. Как говорится, всё будет, но не сразу. Ну и заспавнился я, конечно, максимально опасно. Знаете, как было бы смешно, если бы меня ещё и в бездну телепортировали. Но теперь, как бы, мне нужно разобрать этот островок, чтобы простроиться к остальным. Ну и тут я выкрутил прогрузку чанков почти что на максимум. Это мне необходимо, скажем так, чтобы сдалека разглядывать крепости. Вот как раз-таки немного и пробежав, я нашёл первую. Она, правда, к сожалению, была без корабля, но тоже пойдёт. Ну и на самом деле, я провёл довольно-таки много времени на этих островах. Но самое главное, что не просто так, а с огромной пользой. Ведь за эти все дни я смог облутать очень много городов, нашёл достаточно много крутых алмазных вещей, смог убить просто миллиарды шалкеров, которые меня максимально бесили со своей левитацией. Но всё-таки я смог это стерпеть, получается, я был терпилой. Но зато теперь я буду кайфовать с шалкербоксами. И спустя просто миллион пройденных блоков, я всё-таки смог найти крепость с кораблём, который залутал себе крылышки. Я был очень рад вернуться домой и увидеть родные края, потому что меня здесь не было очень долго. Ну и в первую очередь я пошёл разгрузиться, ведь мой весь инвентарь был забитый. Куча алмазных вещей, это безусловно круто, но нам нужно не забывать, что нам сегодня ещё предстоит убить Визера. Это довольно-таки сильный босс, хоть и его можно легко отдефать, но это всё не важно. Мы на хардкоре, и поэтому мне нужна незеритовая броня. Я прям не отдохнув ни минуточки, сразу же отправился в ад. Сейчас бы нужно найти хорошенькое местечко для копания незерита. Можно попробовать где-то здесь. И я, кстати говоря, знаю самый крутой способ подобычи незерита. Я его вам немножко позже расскажу. Хотя нет, это место полное говно, ведь здесь прям дофига лавы. Я вам больше скажу, под нами огромные лавовые озёра. И да, я могу в них купаться, у меня супер хорошая броня, мне не страшно. Но всё равно лучше так не делать. Давайте-ка попробуем найти лучше другое место. Ну вот и прекрасно, и на 13 высоте можно начинать наши раскопки. Раньше бы я просто вот так вот копался вдоль. Кто-то скажет, можно взрывать кроватями, но это всё фигня способы. Взрывать кроватями вообще никак неудобно лично мне, потому что после них остаётся очень много огня, за которым нифига не видно, его при том нужно ещё и тушить. Поэтому, как по мне, этот способ полный бред. Но как показывает практика, просто копаться тоже неплохо. Но этот способ можно слегка усовершенствовать. Включить границы чанков и копаться строго по границам чанков. И таким способом у нас есть больше шансов найти больше Незерита. Простите за тавтологию, но это чисто факты. Ну и уже совсем скоро я нашёл свой первый Дебрис в этом выживании. Это очень приятное ощущение, конечно. И мне повезло, что он там был не один, а целых два. Это же кардинально всё меняет. Где второй, там и третий. И так помаленьку, потихоньку я и собрал достаточно Дебриса. Или Дебриса, или Дениса. Ну в общем-то напишите в комментариях, как правильно ставить ударение. А то что-то кажется я запутался. Или лучше просто древний обломок. Да, так проще. Ну и радостный, довольный, я пришёл домой на свою мягкую синенькую кровать. По сравнению с предыдущими сложными и скучными деньками, 88-й день был супер-мега прям интересный. Я бы этот день назвал домашний, человый. Во-первых, я докрафтил себе сундуков, ведь у меня уже стало слишком много ресурсов. Ну а теперь мне нужно всё это дело переплавить в Незеритовые слитки. Поэтому я их разложил и распихал по всем моим печкам. Ну и да, для слитков, блин, ещё нужно золото. Поэтому мне придётся также его немало потратить. Но благо оно у меня есть. Такс, я надеюсь, что у меня будет достаточно слитков, чтобы сделать в Незерите всё, что мне нужно. И по итогу 7 Незеритовых слитков. Этого, я думаю, будет с головой. И теперь мне нужно собрать стол. И нет, не из Икеи, а стол кузнеца. В котором мы как раз-таки сможем прокачать своё оружие и инструменты. И сейчас, знаете, такой шипетливый и интимный момент немного, мне нужно раздеться. Ну, в смысле, снять свою броню. А это очень опасно, потому что мы на хардкоре. Но надеюсь, хоть в моём подвале Крипер случайно не появится и не взорвёт меня. Как же я много времени потратил на эту алмазную броню, чтобы её так хорошо зачаровать. Чтобы добыть эти Незеритовые слитки. И вот так вот просто за секунды я всё потратил. Но зато теперь я себя чувствую максимально уверенным и почти что неубиваемым. Как же я редко выхожу через центральный вход своего дома. Обычно я просто с балкона гасаю вниз головой и нормально. Но, кстати говоря, тут за моё отсутствие как раз-таки выросла пшеничка. И нужно пополнить свои запасы еды. А вот и мои черепашки, кстати говоря. Но тут ещё много невылупленных яиц. Чувствую, скоро у меня будет прям армия черепах. Ну вот, как бы один денёчек дома отдохнули, почилили. На этом весь мой отдых и закончился. Ведь сейчас мне предстоит выбивать черепушки визер скелетов. И это довольно-таки долгое занятие. Но в этом мне поможет мой меч на добычу 3, который мы сделали в прошлой серии. Но всё равно не думаю, что это будет сильно просто. На меня прям сходу налетели пацаны. И да, кто-то в комментариях писал, что отдача на мече будет мешать. Согласен, в некоторых случаях это так и есть. Но, например, сейчас я считаю её очень даже полезной. Ведь когда на меня нападает толпа, я могу их всех просто оттолкнуть от себя подальше и дальше добить с лука, например. Поэтому пусть отдача на мече остаётся. Ну, как вы могли заметить, я сейчас сражался просто как самый настоящий нуб. Но благодаря моей хорошей защите, я ничего не почувствовал. Я вам хочу сказать, что рандом это просто самая неблагодарная вещь. Ведь я уже очень много играю в выживание. И у меня бывали такие моменты, что я прихожу в крепость, убивая первого скелета, и у меня выпадает башка. Ну, в смысле его черепушка. И при этом меч был без добычи, без ничего. И это, как всегда, происходит в те моменты, когда он мне нафиг не нужен был. Например, во время спидранов. Но зато, когда я целенапрямленно прихожу в крепость, чтобы их поубивать, это затягивается на долгие-долгие, очень интересные часы жизни. Вот именно как раз-таки сейчас вот такая вот ситуация. Строить ферму визор скелетов бессмысленно, потому что на это потрачу, наверное, ещё 100 дней. Поэтому мне ничего не остаётся, как просто играть в эту лотерею. И спустя куча времени я всё-таки смог выбить башку. Но у меня её чуть не украл этот пиглин. Он просто подошёл, нагло её и одел. Но я, ясное дело, сразу же ему лещи накидал. Ну и вот так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, день за днём, и я всё-таки насобирал нужное количество черепков. Помимо всего прочего, на хардкоре было бы ещё просто идеально иметь с собой тотем бессмертия. Хотя нет, знаете, не то чтобы идеально, а жизненно необходимо. И я вам ещё кое-что не рассказал. Когда в третьей части я искал подземную крепость с порталом, по дороге туда я нашёл ещё и меншин. Ну, то есть лесной особняк. Но тогда я ещё побоялся в него заходить. Но теперь я гораздо сильнее и увереннее, поэтому давайте-ка мы отправимся туда. Я надеюсь, я отсюда выйду победителем. Ну и как бы мне лень ещё искать вход, и я поэтому как быдло просто через стенку вломлюсь. И как же меня ещё радостно встречают. На самом деле, особняк это очень опасное место. Здесь нужно всегда находиться на чеку. Ведь из любой комнатки, в любом уголке может внезапно появиться крипер. Или ещё че хуже. Особняк хранит в себе много секретов. Но конкретно в бошке у этого чувака нифига нет. А вот как бы и тусовка криперов, о которой я говорил. Вы думали, я шутил? Да нифига! Правда, они довольно-таки глупые и могут сами себя подорвать. И этим можно пользоваться. Вот как бы я и нашёл центральный вход и заодно лестницу на второй этаж. Чем выше мы поднимаемся, тем сложнее нам будет. Я просто не помню, призыватель начинает спавниться со второго или третьего этажа. О, даже зомбарь в кольчуге заспавнился. Было бы круто, конечно, если бы он её дропнул, но, видимо, не сегодня. И вот, наконец-то, я нашёл призывателя. И это означает то, что уже через несколько секундочек у меня должен быть тотем бессмертия. И да, даже не один, а двух призывателей я смог убить. И это просто кайф. Правда, меня очень сильно бесят эти вексы. Хотя, знаете, в некоторых моментах щит даже будет лучше. Потому что им можно блокировать удар, а тотемом нет. Поэтому в таких ситуациях меня спасает лук. И убив ещё парочку заклинателей, я переспал в этом старом скрипящем доме. А наутро меня посетили очень светлые и добрые мысли. Что я решил спалить весь особняк. Смайл фейс. Ой-ёй, кажется, отсюда нужно уносить свои ноги как можно скорее. Давайте-ка займём хорошее место и посмотрим на наш небольшой костёрчик. Если его можно так назвать. Хочу вам сказать, что выглядит феерично. Ну и после всего этого веселья я, наконец, вернулся домой. И у нас предпоследний день пребывания на острове. Сегодня, я бы даже сказал, очень важный день. Нам нужно убить визера. И при этом самим не сдохнуть. Хотя я не знаю, каким нужно быть рукожопом, чтобы умереть в Назаритовой броне с тотемом бессмертия. Но знаете, что я вам скажу? Я могу всё. А, ну и да, я сейчас себе ещё золотых яблок нафигачу. Так, думаю, что трёх штук должно хватить. Возможно, даже будет много. Над зельями не думаю, что стоит запариваться. Я думал над тем, где его лучше убить, в аду или в моей шахте. Но я как-то раз выживал сто дней в аду. Кто не видел, можете посмотреть по подсказке. И мне этот ад уже очень сильно надоел, поэтому я лучше пойду в свою шахту. Неподалёку от метистовой жиоды. Тут так красиво, лампово. Как раз таки для убийства визера. Поэтому давайте-ка тут подальше прокопаемся. Захаваем золотое яблочко. И погнали. В общем-то, слушайте, сначала я его с лука пиу-пау. Потом с меча по голове бабаху. Ну вот и всё. Правда, от небольшого страха я ещё все золотые яблоки съел. Но это уже пофиг. Как же я долго к ней шёл. Какая же, на чёрт побери, красивая. Ля, вы просто посмотрите на эти туннели. И с этим визером можно просто за алмазами ходить. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Минутка эстетики. Ну и вот, наконец-то, настал тот самый долгожданный сотый день выживания на острове в хардкоре. Такс, в сундуках забираем всё самое нужное. Звезда Незера у меня, Сердце Моря и Яйцо Дракона. Давайте-ка выйдем на улицу. Я как раз таки захватил с собой верстак и сделаем это здесь. Такс, теперь всё как нужно по крафту выставляем. Иииии... Ну и чё, вроде бы нифига не произошло. Хотя не... Чё? Откуда она мне попугай? Так это ещё не стандартный, не майнкрафтовский. У него какая-то новая текстура. Диксик, и он уже прирученный. Это мой новый питомец? И походу он не хочет никуда уходить. Видимо, теперь он будет всегда со мной. Вот это жесть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА